Снисхождение не заслуживает. Руководители и учредители строительной компании «Городок» получили реальные сроки за обман дольщиков. Спорт еще доступнее. В 13-й школе Благовещенска обустроили самый большой в области стадион. Он будет открыт для всех желающих. Лучше один раз увидеть. Амурские педагоги учатся вести профориентационную работу. Для этого сами ходят на экскурсии. Об этом и многом другом подробнее расскажем в ближайшие минуты в эфире программа «Город». Здравствуйте. В Благовещенске вступил в силу приговор в отношении руководителей строительной компании «Городок». Они растратили деньги дольщиков. Защитники подали апелляцию, но ее отклонил Амурский областной суд. В растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения и соучастия обвинили генерального директора и троих учредителей компании. Суд установил, что в 2013 году при строительстве литера номер 8 в селе Чигири в кассу городка поступило более 130 миллионов рублей от дольщиков. Фактическая стоимость проведенных работ составила 76 миллионов. Более 42 миллионов были незаконно растрачены. Еще 10 миллионов присвоили руководитель и один из учредителей. Обоим назначили по 5 лет лишения свободы со штрафом 200 и 300 тысяч рублей. Еще двум учредителям дали по 3 года. Одному условно, другому реальный срок. Штраф обоим по 100 тысяч рублей. В качестве потерпевших по уголовному делу признали более 360 человек. Деньги обманутым дольщикам несколько лет возвращали из областного бюджета. И к другим темам. В четверг, 2 сентября в областном центре ограничили движение автомобилистов по улице Богдана Хмельницкого между Октябрьской и Северной. И на Северной от Трудовой до Кузнечной. На ремонт инженерных сетей там планируют потратить не больше 10 дней. А в пятницу 3 сентября в городе закроют перекресток улиц Горького и Пионерской. Там начнутся плановые работы по замене инженерных сетей в рамках комплексного ремонта магистрали. В первую очередь подрядная организация заменит порядка 250 метров теплосетей. Затем отремонтирует водопровод и канализацию. Работы продлятся до конца месяца. Тогда же здесь возобновят движение транспорта. Улицу Горького, напомним, реконструируют по нацпроекту безопасные качественные дороги. Протяженность участка превышает 2 километра. На месяц раньше запланированного срока сдадут улицу Мухина в Белогорье. По ней, к слову, пролегает маршрут школьного автобуса. Участок ремонтируют в рамках нацпроекта безопасные качественные дороги. Сегодня полностью подготовлено основание дороги. Поскольку ширина проезжей части в некоторых местах сужалась до 4 метров, подрядчику пришлось ее увеличить до положенных 7 метров. На этой неделе начнется асфальтирование. Мы, в принципе, сейчас находимся в договоренности с заводом. Они нам выдадут график по выдаче асфальта. Ну и в течение недели или двух недель максимум, с учетом погоды, здесь ляжет два слоя асфальта. Полностью завершить работу на улице Мухина в Белогорье подрядчик планирует к середине сентября. На месяц раньше срока, обозначенного контрактом. А в следующем году строители снова вернутся на эту магистраль. Жители обращались и просили участок, который попадает под ремонт, продлить до Дома культуры. Вторым этапом мы эту работу выполнили в 2022 году. 39 автобусов получат амурские школы от Министерства просвещения. А по инициативе Василия Орлова закупят еще три автомобиля, два из которых будут оборудованы специальными подъемниками для маломобильных детей. На федеральные средства приобрели машины различной вместимости, в том числе авто северного назначения, имеющее тройное остекление, термоизоляцию кузова, дополнительные печи в салоне. В понедельник транспорт распределят по районам, учитывая географическое положение, ущерб, полученный от паводка, а также потребность, заявленную муниципалитетами. В число регионов, куда отправляют новый школьный транспорт, при Амуре входит с 2017 года. За этот период в регион поступило 107 современных автомобилей. В Благовещенске потребность закрыта, по 14 спецмаршрутам курсирует 9 школьных автобусов. Шесть школ областного центра теперь могут гордиться и облагороженной прилегающей территорией. Ее привели в порядок к новому учебному году. А в 13-й городской СОЖ к 1 сентября и 40-летию учебного заведения обустроили новый спортивный стадион. На нем уже побывала наша съемочная группа. Сборка трибуны, укладка тротуарной плитки, заполнение швов на тех участках, где она уже уложена. Еще несколько деталей. Стадион 13-й школы будет готов принимать воспитанников. Эту спортплощадку, впрочем, откроют не только для них, но и для других жителей микрорайона. Уже к концу этой недели подрядчику пришлось выполнить колоссальный объем работ. Начиналось все с того, что мы вынимали грунт, который здесь находился. Пришлось демонтировать старые металлические, и тренажеры здесь были, футбольные ворота. Собственно, как я сказал, выемка грунта, потом подготовка основания, и уже на готовое основание производилась укладка. На футбольном поле уложили искусственный газон. Зона для волейбола, баскетбола, бега, прыжков и сдачи норм ГТО оборудовали резиновым покрытием. Теперь-то заниматься спортом, перепрыгивая лужи, вдыхая пыль, детям не придется. В связи с открытием стадиона увеличится возможность проводить какие-то интересные соревнования по футболу, по баскетболу, по волейболу. В зимнее время это могут быть соревнования по хоккею. Поэтому, конечно, увеличиваются возможности, и мы думаем, что это все будет мотивировать ребят на еще большее увлечение спортом. Стадион на базе 13-й школы стал самым большим школьным стадионом в области. Все спортивные зоны разместили на площади порядка 6 тысяч квадратов. Доступны для всех желающих, они будут круглогодично. Ребята смогут выйти и реализовать свои способности, или вообще в целом подтянуть свои спортивные намерения, например. Также и педагоги смогут принимать участие. А больше всего, самая главная инициатива проявляется у педагогов и у директоров школы объединить и провести какие-то совместные мероприятия, совместные какие-то там спортивные организации. Первое мероприятие на новом стадионе уже запланировано. В скором времени педагоги 13-й школы собираются сдать нормативы ГТО всем коллективам. Алена Лепкалова, Дмитрий Козлов, программа «Город». В Преамуре растет потребность в плазме с антителами. Для пополнения запасов на станцию переливания крови приглашают доноров, перенесших ковид-инфекцию в легкой и средней степени тяжести. Плазму у вакцинированных, но не болевших амурчан брать не будут. Плазму с антителами COVID-19 от доноров на станции начали принимать год назад. За это время ее пожертвовали 186 амурчан, перенесших коронавирус. Врачи станции заготовили более 400 литров компонента крови с антителами. На лечение пациентов ушло более 360 литров. Среднесуточная потребность плазмы составляет 2,5 литра, уточнил главный врач областной станции переливания крови Алексей Витер. Всех желающих сдать плазму ждут в будни на театральные 29. Кроме заключения о перенесенном заболевании, к донорам есть еще несколько требований. Возраст от 18 до 55 лет, вес не менее 50 килограммов и отрицательный результат исследования на гемотрансмиссивные инфекции. 4 и 5 сентября в Луговещенске будет работать пункт мобильной вакцинации. Там горожанам предложат привиться однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Всех желающих пройти ревакцинацию или обзавестись дополнительной защитой после болезни ждут в фойе общественно-культурного центра с 12 до 16 часов. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС или их копии. Мобильный пункт после большого перерыва работал в ОКЦ всю последнюю неделю. Желающих сделать прививку от коронавируса оказалось немало. В первый день медикам пришлось даже организовать дополнительные бригады и работать сверхурочно. С 25 августа по 2 сентября вакцину здесь получили около 900 человек. Новую детскую поликлинику построят в Благовещенске за счет инвестора. Соглашение о намерении Минвостокразвития и правительство Амурской области подписали на Восточном экономическом форуме. Строительство современной детской поликлиники на 380 посещений в смену планируют начать в следующем году. По предварительной оценке стоимость проекта составит около полутора миллиарда рублей. Практически все затраты на себя возьмет компания «Инвестор» в рамках государственно-частного партнерства. Регион получит новый соцобъект с минимальными вложениями бюджетных средств, а «Инвестор» – преференции при получении земельного участка и компенсацию по затратам на технологическое присоединение к инженерным сетям, отметила Амурский губернатор Василий Орлов. Напомним, в Благовещенске уже работает современный центр офтальмологии, открывшийся при помощи концессии. Еще один пример государственно-частного партнерства – проект строительства международного терминала в аэропорту Благовещенска. 30 амурских педагогов прогулялись по очистным сооружениям. Не для праздной цели учились правильно проводить профориентационные занятия для школьников. Все благодаря проекту, который курирует Институт развития образования. В его рамках педагоги сначала сами изучат, а потом предложат детям самые актуальные профессии. Подробности в следующем сюжете. Лаборатория контролирует весь технологический процесс очистки от начала поступления сточных вод и до выпуска очищенных сточных вод в реку Амур. Процесс очистки стоков, попадающих на сооружение КЭСНИ – такой уж и простой процесс. Включает в себя массу этапов, да и экскурсия по объекту не рядовая ее участники – педагоги амурских школ. Посмотрите, послушайте о работе. К примеру, лаборантов пришли не только для того, чтобы узнать о специфике очистных, но и научиться проводить экскурсии для школьников, профориентационные. Людмила Филатова приехала из Свободного, там работает учителем технологии. С телефоном не расстается записывать на видео каждое слово специалистов и уже думает о том, куда поведет на экскурсию своих девятиклассников. У нас есть Амурский технический колледж, где у нас выпускают лаборантов, те, которые будут работать на газоперерабатывающем комплексе. И, соответственно, они могут уже себе представить, что надо бы сходить в этот колледж. Также у нас есть Санкт-Пенстанция, куда можно попроситься, может быть, пустят. Но не знаю. Помимо лабораторий, участницы экскурсии побывали и на аэротенках, узнали о работе цеха обезвоживания, прогулялись до Иловых полей. В каждой из этих частей предприятия работают люди разных профессий. К слову, АКС тоже нуждается в молодых специалистах. В основном сейчас нехватка кадров рабочих специальностей. Значит, у нас требуется слесаря, нам нужны операторы котельных установок. В настоящее время прогресс движется дальше. Требуются уже обновленные кадры. Новые кадры на предприятия области получится привлечь благодаря проекту Амурского института развития образования. Именно они организовали экскурсии, чтобы показать педагогам, как нужно проводить профориентационную работу в школах. Вот этот курс «Перспектива» направлен на формирование навыков у детей, построение карьерных траекторий. То есть не получение образования и потом поиск работы, а заранее уже ориентация, выбор профессии, вот то, что называется осознанным. В проекте по профориентации примут участие 20 школ со всей области. Алена Лепкалова, Дмитрий Козлов, программа «Город». В Амурском краеведческом музее, театре кукол, театре драмы и областной филармонии гостей готовы принять по Пушкинской карте. Четыре учреждения Благовещенска присоединились к государственной программе приобщения молодежи к культуре. Напомним, Пушкинскую карту могут получить все граждане РФ от 14 до 22 лет. Это можно сделать через портал Госуслуги уже сейчас или с октября в отделении Почтобанка. Деньги на счет таких карт переведет государство. В этом году сумма составит 3 тысячи рублей, а в 2022-м ее увеличат до 5 тысяч рублей. Мероприятие по Пушкинской карте можно посетить в любом регионе России. Афиша на портале культура.рф и в приложении Госуслуги Культура. И снова к новостям из Белогории. Местные жители получили подарок ко дню села. В Доме культуры установили новое кресло для зрителей. Обновленный зрительный зал посетили мэр Али Камамеев и почетный гражданин города, заместитель председателя Амурского заксобрания Александр Сеньков. Ремонт Дома культуры Белогория провели на деньги области и города. Деревянные сидения 1979 года заменили на новые, комфортабельные, мягкие кресла. Всего их 270. Также здесь отремонтировали пол, постелили износостойкий линолеум, заменили потолочные светильники. Вот-вот будет готова новая одежда для сцены. Вернуться на нее мечтают воспитанники творческих коллективов села. Здесь танцуют и поют больше 160 взрослых и юных белогорьевцев. Приезжаешь, ты не успеваешь наблюдать, как дети становятся взрослыми, как они становятся лидерами. И у них большинство лидеров. Любой концерт. Ставишь, это просто одно удовольствие. Приезжаешь на концерт, это такой-то проразник. Действительно вдохновленный такой уезжаешь. И думаешь, хочется помогать. Тигрица «Амба», выпущенная в июле в Преамурии, попала в объектив камеры. За передвижением хвостатой хищницы следят охотоведы. По информации Амурского охотуправления, животное обитает в Бурейском природном парке, на противоположной от Талака на стороне реки Бурея. Ранее в соцсетях писали о том, что кошку видели вблизи поселка. Однако специалисты опровергли эту информацию. В настоящее время тигрица ушла еще дальше вглубь леса. Местоположение хищницы выдает GPS-ошейник. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Я с вами прощаюсь и напоминаю. Звоните в редакцию, свои истории, фото, видео присылайте на наш WhatsApp. Будьте здоровы и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин